Я криминальный журналист. В моих архивах исключительной важности дела. Большинство из них под грифом «секретно». О них вы не узнаете из газет или журналов, как и о тех людях, кто разоблачал жуткие злодеяния преступников. Сегодня одно из таких загадочных и чрезвычайно необычных дел. 1967 год. В отделении милиции города Ленинграда появилась необычная делегация. Солидные мужчины, профессора. С толстыми портфелями, в роговых очках. Преподаватель института в панике. Пропал студент, третикурсник. Некто Игорь Репатов. Просто растворился в недрах родного вуза. Уже обыскали аудитории, обшарили кабинеты, проверили общежитие. Но его нет нигде. Уже целую неделю. Тогда никто не подозревал. Позже эта история будет одной из самых жутких студенческих страшилок. И распутать клубок загадок смогут лишь профессионалы. Николай Осип. 40 лет прослужил в уголовном розыске. Спокойный, немногословный, четкий. Василий Куличков. Возглавлял управление внутренних дел. Но в душе остался опера. Дело о студенте считает одним из самых интересных. Петр Ваганов. В то время молодой инспектор. Выполнил одно из самых щекотливых заданий в рассвете. 1967 год. Мир напряженно следит за космическим штурмом. Советская станция Венера-4 спускается в атмосферу кипящей сестры Земли. В то время как американская станция смогла лишь пролететь рядом. Каждый новый успех добавляет веры во всесилие науки. А в это время на родной планете объявлено лето любви. Наступает эра хиппи. Длинные волосы, пёстрые убашки, наркотики. Но это за океаном. В СССР другие перемены. Во главе КГБ становится легенда разведки Юрий Андропов. Но даже органам госбезопасности будет не по зубам отыскать обычного ленинградского студента. Сделать это смогут не супермены из комитета, а обычные псковские сыщики. Ленинградские сыщики приняли в розыск дело, которое изначально казалось им очень простым. Куда в самом деле мог запропаститься обычный студент третий курс? Тем более в безопасной советской стране. Быть может, Ипатов хитроумно скрылся где-то на время экзамена. И вскоре появится со справкой о тяжёлой, но непродолжительной болезни. Эта версия провалилась. По словам сокурсников, отличник Игорь Ипатов никогда не боялся экзаменов. Очень хорошо учился. Мы жили все в одной комнате. Нас четверо живы. Так где же он? Морги, больницы, даже сумасшедшие дома. Всё было проверено. Но никаких следов студентов. В этот момент произошло событие, которое резко изменило ход следствия. Почти каждый день в милицию звонила мама Игоря Ипатова. Жена по городу слушает. И даже специально приехала в Ленинград. Сочувствующая администрация факультета временно поселила её в общежитии для студентов в отдельной комнате. И вот однажды утром женщина внезапно ворвалась в кабинет сыщиков. Её было сложно узнать. Безумное лицо, трясущиеся руки. Но что случилось? «Уже две ночи подряд я видела Игоря», – сообщила она. Он спускался с небес. Сыщики замерли. Быть может, от горя мать повредилась в рассудке. Но она настаивала. Игорь был в синей куртке, которую она узнала бы из миллиона. Сын возник из воздуха перед её окном. Это звучало как бред сумасшедший. Но сотрудники милиции всё же решили проверить ночной признак. А вдруг кто-то специально доводит женщину до психбольницы? И не исключено, что этот кто-то причастен к пропаже её сына. Ночью в комнате общежития устроили засаду. Как сообщила мать, призрак обычно появлялся после двенадцати. Пробило полночь. И вдруг за окном послышался шорох. А потом показались ноги в ботинках. И в конце концов, перед глазами изумлённых сыщиков появился парень. Он печально висел за окном, тихо покачиваясь. Потом дёрнулся и провалился вниз. В ту же секунду всеобщее остолбенение прошло. За ним оперативники бросились на улицу. Ночного призрака скрутили прямо под окном. Он не успел далеко уйти. Когда осветили фонарём лицо сошедшего с небес, то сразу его узнали. Это был Генка Дятлов, друг пропавшего. Студенческие общаги, на мой взгляд, почти не меняются последние полвека. Крохотная стипендия, на которую шоковали с соседями первую неделю, а остальное время дружно сосали лапу. Зато сколько веселья. В одну комнату набивалось, бывало, и по двадцать человек. Девушки, парни шумели до утра. Естественно, пили не только молоко. Плохо было лишь тем, у кого девушка из другого общежития. Суровые вахтёры запирали дверь на ключ уже в одиннадцать вечера. Велено никого не пущать. Но разве студента удержишь? Как выяснилось, Генка Дятлов почти каждую ночь бегал к своей девушке. Спускался на простынях из окна общежития. Но почему в куртке и брюках Игоря Ипатова? Студент объяснил просто. Так у соседей по комнате всё общее. В то время студенты, которые жили на одну стипендию, вы знаете, это довольно-таки сложно ведь прожить. Итак, ночной призрак оказался влюблённым Генкой Дятлова. Это открытие ни на миллиметр не сдвинуло сыщиков в разгадке исчезновения Игоря Ипатова. И вдруг новое известие. Один из сокурсников пропавшего студента вспомнил, что видел Ипатова. И как раз незадолго до того, как Игоря начали искать. Опять очередной призрак? Но на этот раз парень рассказал очень правдоподобную историю. Сокурсник Игоря Ипатова поехал в Великолуцкий район хоронить бабушку. И встретил на вокзале Игоря. Игорь сказал, я приехал сюда по своим делам. Так значит, Игорь пропал не в Ленинграде, а в Великих Луках. Ленинградские сыщики немедленно переправили все материалы своим коллегам в Псковскую область. Нам пришлось возбудить уголовное дело и приступить к расследованию. Василий Степанович Куличков вспоминает. Псковские сыщики сразу собрали экстренное совещание. Решали главный вопрос. Какие дела могли быть у Игоря Ипатова в Великих Луках? Приехал к родственникам, но все они жили далеко отсюда. Быть может, к любимой девушке? Здесь оказалось уже гораздо горячее. Невеста посылает на смерть. Вот таких в то время мужчина любили. А тесть рыщет по оврагу. Если кто где-то обнаружит труп молодого парня... Кто виноват? Адская семейка? Это, собственно говоря, неизвестно. Или потусторонние силы? Необычное расследование и демон, о котором не знал никто. Дело особой важности из истории советского сыска. Как рассказали друзья студента, у него действительно была возлюбленная Галя Гультяева. Галина была смелая, бойкая, энергичная девушка. Вот таких в то время мужчины любили. Быть может, парень явился к ее родителям свататься? Ведь он обожал любимую и уже мечтал о женире. Взаимоотношения у него были очень хорошие. Игорь любил Галину. Это точно. Вы, наверное, помните по фильмам, как проходило сватовство у нас на Руси. Это же обычаи очень нервные для родственников невесты. И скатерть белая, и явства самые лучшие, и невесту нахвалить. А вдруг сватам не понравится? Подобного в СССР уже не было. Но обычай знакомиться с родителями остался. Порядочный жених был просто обязан явиться к маме невесты. И обязательно с букетом. При этом лучше выглядеть на все сто. Куличков немедленно отправил оперативников к родителям Галины. Женщину они дома не застали. Зато познакомились с отцом девушки. Михаилом Гультяевым. И тот сообщил очень важную новость. Он ей просто сказал, что да, он приезжал ко мне, но он уехал. А куда уехал, это, собственно говоря, неизвестно. Итак, ниточка оборвалась. Следы Игоря опять затерялись. Куда он исчез? Почему не вернулся обратно в Ленинград? Неужели парень попал в руки каких-то местных злодеев? Куличков понимал. С момента исчезновения студента прошло уже несколько месяцев. Поэтому надежды на то, что он еще жив, почти не оставалось. Оперативники готовились к самому худшему. Если кто где-то обнаружит труп молодого парня, никаких мер не принимать, а срочно сообщить дежурному. Помогали и добровольцы. И одним из первых вызвался искать пропавшего студента, его несостоявшийся тесть, Михаил Гультяев. Как бы оказать какую-то возможную помощь. Добровольцы прочесывали овраги и перелески. Но так ничего подозрительного и не обнаружили. И вдруг в милиции раздался телефонный звонок. В трубке надрывалась перепуганная женщина. В потоке криков милиционеры с трудом сумели разобрать. Принесла! Голубь! Опергруппа срочно помчалась на вызов. В тот день Ольга Шахова, как обычно, занималась домашним хозяйством. И вдруг услышала вой своего пса. Что это он замерз? Удивилась женщина и открыла дверь. Выглянула на крыльцо и в ужасе заорала. У ног собаки лежал человеческий череп. К моменту приезда оперативников хозяйка дома была в невменяемом состоянии. Лишь указывала пальцем на собачью будку. Вскоре оттуда извлекли и самого пса, и его ужасную добычу. Судя по налипшим комьям, пёс отрыл череп где-то из-под земли. Первая мысль. Неужели это всё, что осталось от несчастного студента? А кто ещё это может быть? Ведь больше никого в Великих Луках не разыскивали. Конечно, не так, как сейчас ни по радио, ни по телевидению объявлений не было. Было объявлено это узкому кругу лиц уголовного розыска города и надёжным работникам. Страшную находку немедленно отвезли криминалистам. И тут сыщиков подкарауливала ещё одна неожиданность. Только взглянув на череп, эксперты сразу заявили. Это не ваш студент. Застонала у Пскова земля. К нам ворвалась фашистская смора, растоптала родные поля. Эти стихи псковского поэта Ивана Виноградова посвящены войне. В те страшные годы оккупанты сожгли около 4 тысяч псковских деревень. Но немало немецких солдат и сами погибли здесь. Практически в каждом районе Псковской области были немецкие кладбища. Своих немцы хранили аккуратно, в гробах, на каждом медальон. Но долгие годы после войны обнаруживались и стихийные могилы. Как-то раз во время Рытья Котлована был найден немецкий мотоцикл с экипажем из трёх человек. Видимо, во время взрыва был засыпан землей. Ещё и в наше время в псковских лесах находят безымянные могилы. Бывает, их откапывают поисковые отряды. Случаются чёрные копатели, охотники за трофеями. А иногда и любопытные лесные звери или собаки. Эксперты заявили, найденный в лесу череп пролежал в земле минимум 25 лет. И, скорее всего, принадлежит кому-то из немецких солдат. Псковские сыщики осознавали, придётся начинать все поиски снова. Профессиональная интуиция Куличкова подсказывала. Лучше пойти с самого начала. То есть с невестой пропавшего студента Галли. Уж очень странно вела себя девушка во время расследования. Казалось, она не столько переживала об исчезнувшем женихе, сколько что-то скрывала. Галли после этого замкнулась, ничего не стала рассказывать. А наоборот, стала жаловаться на нас, что мы её оскорбляем. Студенты ничего особенного рассказать о Галине не смогли. Девушка как девушка. Быть может, что-то интересное сообщат её родственники. Куличков решил лично навестить тётку Галину. Она любила выпить. Я, значит, взял бутылку водки, закуски, приехал к ней. А меня она, как и знала, там недалеко моя тёща тоже жила. Вечер посиделок у пожилой родственницы Гультяевых выдался на славу. Но как только Куличков принялся осторожно расспрашивать женщину о Галине, случилось неожиданное. Тётка вскочила, замахала руками и бросилась к образам и зашептала «Они дьявольское семейство!» Куличков насторожился. Что это значит? А пожилая женщина уже была в ударе. Она начала изрекать сплошные загадки. Якобы несколько лет назад отец с Галей гостили у неё дома. И она видела, какими кошмарными делами они занимаются. И приходила по деревне, искала святую воду окропить свою хату. Ничего более вразумительного Куличков так и не смог добиться. Что за дьявольские дела? Чем так испугали отец с дочерью свою родственницу? Но Куличков уловил главу. Семейство Гультяевых действительно непростое. Что-то у них творится. Причём что-то очень жуткое. Вот это толчком и было о том, что дело пошло по правильному направлению. Вот эта святая вода нам помогла. Фальшивая девственница. Бойкая, находчивая, смелая. И влюблённая оперативник. Святая вода против соблазна. Не только жила половой жизнью, но, возможно, и разошрала. И страшная тайна девушки и её отца. Как изобличили демона, о котором не знал никто. Дело особой важности из истории советского сиська. Куличков решил установить скрытые наблюдения за всеми членами семейства. И за Галиной, и за её матерью. Я знал её, что она работала столовой поваром. И за Михаилом Гультяевым. Хотя в душе сыщики очень сомневались насчёт... Возможной причастности главы семейства к этому делу. Уж слишком хорошее впечатление производил на всех этот мужчина. Он не из глупых. Гультяев сам был развитый. Офицер советской армии. Служил в годы войны. Началась скрытая слежка. Но шли дни, недели, а дьявольское семейство ничем подозрительным себя не проявляло. Опять ложный след. И тёткины домыслы о кошмарных проделках всего лишь фантазии. Но тут сыщикам неожиданно повезло. В квартире Гультяевых появился редкий по тем временам аппарат. Сложно себе представить, что во времена наших мам и пап не было не только мобильников. Невероятной редкостью были и домашние телефоны. Повальная телефонизация началась лишь с середины 60-х. Но тогда люди стояли в очередь на телефон более 15 лет. Кстати, у моей бабушки до сих пор лежит дома её первый телефонный аппарат. На диске, кроме цифр, были ещё и буквы. Она рассказывала, как сложно было запомнить чей-то номер. Представьте себе, например, А2345. Буквы рядом с цифрами в СССР использовались до 1968 года. Ну а для КГБ, как и для уголовного розыска, появление телефонов в квартирах тоже стало удобной деталью. Ведь теперь можно было прослушивать подозреваемых. Все разговоры, которые вела жена Гультяева с дочерью, были у нас записаны. И вот однажды сыщики услышали важную фразу. Беги, дочка, они могут тебя задержать. Куличков понял. Нужно действовать без промедления. Он срочно вызвал к себе молодого оперативника Ваганова и дал приказ немедленно привезти невесту пропавшего парня Галину Гультяевну. Когда я его направлял в Мейнджет, я ему говорил, что когда сядешь в поезд, её за руку держи и не отпускай до тех пор, пока не привезёшь в Великой Луке. Сегодня Пётр Ваганов вспоминает о былых подвигах с шуткой. Только эта ночь была для него, молоденького оперативника, настоящим испытанием и шоком. Ищет отправили одного за опасный подозреваемый. Думаю, закатит что-нибудь такая девка. Бойкая, находщая, смелая. Ваганов явился с задержанной Гультяевой к вокзалу. Вытащил билеты и с ужасом обнаружил. До отхода поезда ещё целых три часа. Куда деться? Стоять на перроне с девушкой, вцепившись в её руку? Ну, что делать? Думаю, отпустишь, улежит. Мы с ней вот сходили в кино. В кинотеатре Пётр чувствовал себя крайне неловко. Такая симпатичная девушка, такое замечательное кино, а ты её держишь, как пленницу. Засмущался и осторожно руку отпустил. Пусть свободно посмотрит хороший фильм. Тем более, может, она и не преступница. Пока ещё только подозреваемая. Ваганов даже не подозревал. Самое тяжкое испытание ещё впереди. Уже в поиске. В вагоне выяснилось купе двухместное. Молодой оперативник опешил. Он даже не подозревал, что такое бывает. Вы же не раз ездили в купейных вагонах. Правда, получше, чем в плацкартных. Хотя бы дверь есть. А знаете ли вы, что во всех таких вагонах было двухместное купе? Не заветное СВ, а спецместа. Прямо через стенку от купе-проводников. Эту купе предназначалось для спецпассажиров, для сотрудников органов или для начальства. В кассах эти места на продажу не выставлялись. Обычно проводники использовали его под складирование матрасов и мешков с бельёми. Но если предъявлялись билеты с указанием мест 37-38, мгновенно освобождали блатные места. Кто знает, какие у этих пассажиров полномочия. Пётр Петрович до сих пор помнит, как в растерянности топтался у купе. В голове проносились всевозможные красочные предположения. А вдруг Галина начнёт раздеваться перед сном? А если симпатичная девалица соблазнит работника милиции? Выхода не было. Пришлось ехать вместе. Так и доставил подозреваемую в Великие Луки. В целости и сохранности. Там Галину сразу направили на медицинскую экспертизу. Уже через пару часов стали известны результаты экспертизы. Они оказались весьма неожиданными для сыщиков. Дали заключение, что она, возможно, не только жила половой жизнью, а, возможно, и рожала. Результаты медицинской экспертизы потрясли сыщиков. Галина Гультяева, комсомолка, спортсменка и активистка где-то скрывала своих детей. Да ещё ни одного. Я одно время, беседуя с ней, сказал, что вы не везде свидетельца. Она обиделась и, собственно говоря, стала в такую позу, что её обидели этими словами. Возможно, сейчас я затрону тему, которую не очень принято обсуждать. Но, поверьте, она была очень важной для молодёжи, которая жила не так и давно. Это наши папа и мама. Известно, что на Руси особенно ценилось целомудрие. И ценилось очень долго. Я сам читал, что в разгар войны немецкий врач, обследовавший угнанных из СССР в Германию девушек 16-20 лет, был крайне удивлён. Его поразило, что 90% пленниц были девственницами. Он даже писал Гитлеру, что невозможно победить народ с такой высокой нравственностью. Действительно, отношения между влюблёнными в СССР были чище, чем сейчас. Гуляли по городу, разговаривали, ходили в кино. В те дни нормой было, если девушка выходила замуж непорочной. Я думаю, современные подростки воспринимают всё это как сказку. А ведь так все и жили тогда. Псковские сыщики размышляли. Откуда у совсем юной девушки-студентки такое бурное прошлое? И не оно ли стало причиной исчезновения её жениха? Быть может, кто-то из её мужчин расправился с конкурентом? Но Галина замкнулась и упорно молчала. Поводов её задерживать у псковских сыщиков больше не было. Решили отпустить, но внимательно наблюдать. А вдруг выведет на возможных убийц Игоря Ипатова. Галина сразу же уехала обратно в Ленинград. Из общежития, только в институт. Никаких подозрительных мужчин вокруг. И лишь через несколько дней к ней нагрянул отец. Михаил Гультяев. Он ездил туда, в Ленинград. Ну, вы сами знаете, для студента, видимо. И деньги возил ей туда. Отец и дочь вышли на прогулку в ближайший парк. Они не заметили, что за ними следует оперативник. Парень из милиции скучал. Ничего интересного. Обычная семейная беседа. Он даже не обратил внимания, как на безлюдной аллее отец зашёл дочери за спину. И, отвлекая её внимание разговором, вынул из кармана прочный шнурок. Поднял руки, чтобы накинуть его на шею Галину. И вдруг на дорожке показался прохожий. Михаил Гультяев дёрнулся. И быстро спрятал шнурок в кармане. Хотел расправиться с дочерью. Но не было подходящих моментов. Об этой попытке убийства псковские сыщики узнают немного позже. А тогда, в феврале 69-го, Куличков решает задержать Гультяева совсем по другой причине. Куличков получил оперативную информацию из роддомов, куда разослал запросы о Галине Гультяеве. Пытался отследить, где девушка получала медпомощь по поводу возможных родов. И эта информация повергла сыщика в настоящий шок. Это были не роды. Это были прерывания беременности на поздних сроках. Но самое жуткое – от кого? Она от своего отца дважды делала аборты. Один аборт был делан в городе Мары. Всё отец отстраивал. А второй аборт – в Себешве. Медики и сами были потрясены. Неслыханная ситуация. Девушка, совсем юная. Во время первой беременности ей было всего 14. Со вторым ребёнком 16 лет. В больницах и не подозревали. Это незаботливый папа привёл свою блудную дочь на гулявшую живот. Это жертва и её насильник, заметающие следы. Вид создавал как будто какого-то добротного человека, вы понимаете? А оказался, вот видите. Николай Осипов хорошо помнит это невероятно запутанное дело. И ярче всего врезалась в память сцена ареста Михаила Гультяева. Он уже был готов. Деньги с книжки, которые были, снял. Там где-то в то время около... Большой суммы где-то около 10 тысяч. Это 66-й год. Это вообще хотел уехать на Украину. Гультяев был уверен. Он уже одной ногой в безопасном месте. Оставалась лишь мелочь. Выписаться из квартиры. Бывший офицер зашёл в паспортный отдел ЖКО и замер от удивления. Вместо паспортистки за столом сидел сыщик Куличков. В руках ордер на арест. Арестовали и предъявили ему обвинение в том, что он сожидался со своей дочерью с несовершеннолетней и на почве ревности совершил убийство её жениха Ипатова. Дочь и папаша. Невероятный поворот. Ну, я же не ударил, что было сделано. И их страшная тайна. Почему ты не герстенец? Липовый фронтовик и прислужник нацистов. Демон, о котором не знал никто. Дело особой важности из истории советского российского. Отец Галины был не просто потрясён. Он был взбешён. Грозил сыщикам увольнением из партии за арест фронтовика. Потом, передумав, решил предлагать взятку. А в то время 10 тысяч – это две автомашины. Вот эти все деньги я переведу на ваш счёт. Только сохраните мне жизнь. Но Куличков был непреклонен. Ему оставалось лишь самое сложное – найти, где убийца спрятал останки несчастного студента. В доме проведён обыск, где в подвале дома была обнаружена кость и часы, принадлежащие Игоре. Увидев фотографии из собственного подвала, Гультяев сник и стал рассказывать правду. Эта кошмарная история навсегда останется в памяти псковских сыщиков. Первые 13 лет после рождения Галины Михаил Гультяев был положительным мужем и отцом. Но в один роковой день всё изменилось. Он превратился в мерзавца. Но таковым себя не считал. Нашлось и благородное объяснение. Мол, секс дочери был нужен для здоровья. Якобы однажды какой-то врач бросил фразу. Вот она, когда будет с мужчиной жить, тогда эта болезнь у неё проявёт. Маленькой Гале было всего 13. Сначала девочка ничего не понимала. А потом просто не знала, как сбежать от папы насильника. Ведь даже собственная мать ничем не могла ей помочь. Она забитая такая женщина была. Он слишком решительный, Михаил этот, Гультяев был. Он способен был на всё. Она была запугана. Она воспринимала это как должное. Лишь однажды родная тётка догадалась о том, что творится с несчастным ребёнком. Увидела, когда они у неё были, что он сожидствует с дочерью. Но вместо помощи девочки, лишь спасалась от жутких видений святой водой. Галя сама придумала план спасения. Закончила школу и поступила в Ленинградский институт. Подальше от опостылившего отца. Там влюбилась в отличника и красавца Игоря. И уже мечтала о свадьбе. Была уверена, теперь весь кошмар позади. И вдруг однажды жених огорошил её вопросом. Почему ты не девственница? Она заплакала и сказала, мне не были отношения с отцом. После чего Игорь ушёл в неизвестном направлении. Ничего ей не сказал. Парень был потрясён. Но, как оказалось, он действительно сильно любил свою Галю. И решил разобраться с её обидчиком. По-мужски. Приехал к Гультяеву в дом. Из порога сообщил. Я всё знаю про вас. Насильник понял. Выхода нет. Вообще, так бы он не мог справиться с Игорем. Игорь был очень сильный парень. Физически сильный. И он её неожиданно ударил в утюгом сзади. И в течение нескольких дней он расчленял этот труп. И кусками сжигал в печке. Слушая откровения убийцы, Куличков внутренне содрогался. Никак не мог понять, как фронтовик мог пойти на такие зверства. Из-за похоти навсегда сломал жизнь своей маленькой дочери. И разрубил на куски её единственную любовь. Разве мужчины, прошедшие войну, способны на такое? Куличков и сам до Берлина дошёл. Знает, ветеранов отличает кристальная честность. И лишь позже тайное стало явным. В ходе расследования выяснилось то, что Гультяев был вовсе не герой войны. Документы оказались подложными. Отец Галины был предателем и прислуживал фашистам в рядах полицаев. Во время войны Гультяев пытал и убивал своих земляков. А после победы принялся за свою дочь и её жениха. Но если в военные годы ему удалось уйти от возмездия, то в мирное время уже не вышло. Мерзавец получил то, что давно заслужил. Пулю в затылке. Он был приговорён к высшей мере наказания. К расстрелу.